всем привет народ в этом видео мы поговорим на такую тему как свой собственный сервер раст на самом-то деле про это говорить можно долго так как на сервере можно и заработать реальные деньги однако сегодня мы поговорим о том как создать свой локальный сервер и возможно как открыть свои порты на роутере для того чтобы к вам на ваш локальный сервер могли заходить ваши друзья ну а также разберем небольшие фишечки которые понадобятся администраторам своих серверов хоть это локалка или же просто сервер для заработка денег давайте договоримся так если это видео наберет хороший актив и вы напишите в комментариях что хотите узнать как же можно заработать на своем собственном сервере и стоит ли его вообще открывать я расскажу вам про это так как я содержу свой сервер раст уже на протяжении двух или даже трех лет я уже знаю что и как делается в этой тематике и могу рассказать вам как вы можете тут заработать можете ли заработать и стоит ли входить в эту тему вообще в 2021 году но сегодня мы об этом говорить не будем однако если хотите обязательно лайк подписка на канал и пишите в комментариях что вы ждете этот видос как только будет максимальный актив и я увижу что вам это нужно я обязательно засниму про это видео и все это подробно расскажу ну а сегодня мы поговорим о том как создать свой локальный сервер но и не будем затягивать видео переходим к самому интересному и самому нужному приятного просмотра и так для того чтобы создать свой локальный сервер первым делом вам понадобится скачать все нужные компоненты для этого для того чтобы их скачать мы обратимся на официальный сайт разработчиков раст а то есть face punch ссылочку на него вы найдете в описании под видео так что переходим в описании и тыкаем по первой ссылочке которая там будет закреплена окей теперь мы перешли на официальный сайт разработчиков и здесь вам нужно навестись на кнопочку саппорт и нажать на кнопочку ответы на вопросы это последняя кнопка если что и далее спускаемся по страничке вниз и далее вы видите вот такой вот вопрос can i host server и самое интересное что нам нужно это вот это вот гипер ссылка по которой мы можем скачать zip архив нашего сервера и мы нажимаем на нее сервер достаточно быстро устанавливается на ваш компьютер архивом и теперь вы этот архив должны перевести на рабочий стол далее нам нужно разархивировать этот архив поэтому мы нажимаем на него правой кнопкой мыши и нажимаем на кнопочку извлечь файлы и извлекаем их например тоже на рабочий стол после чего архив можем удалить окей теперь у нас есть папочка с сервером на нашем рабочем столе я рекомендую перенести эту папочку на любой диск который установлен у вас на компьютере это может быть системный диск либо же дополнительный тут разницы не имеет окей эту папку мы перенесли далее мы входим в нее и все что нас здесь интересует это run ds батник его мы должны запустить также забыл сказать что вы можете посмотреть содержание этого батника но также откорректировать его как захотите для этого вы должны нажать правой кнопкой по нему и нажать на кнопочку изменить и мы открыли содержание этого батника и видим здесь небольшие настройки вашего сервера принципе мы можем здесь ничего не менять если вы этого не хотите но если вы хотите открыть этот сервер для того чтобы ваши друзья могли заходить и хотите в принципе как-то визуально сделать этот сервер своим чтобы он не назывался скажем так май сервер да то вы можете в принципе откорректировать эти настройки окей в данный момент я устанавливать никакие настройки не хочу, поэтому мы просто запускаем наш батник и ждем пока наш сервер установится. Процесс установки может занимать некоторое время, это зависит от вашего интернет соединения, ну а также в принципе от вашего компьютера. Как правило это занимает до 5 минут, но если у вас займет это больше, значит у вас реально херовый интернет и тут уже ничего не поделаешь. И наш сервер установился и установил последнее обновление, которое сейчас присутствует в Rust. Также у вас появилась вот такая вот папочка RustDS, вы можете ее открыть и посмотреть содержание. Однако здесь ничего особенного нет, поэтому мы пока что здесь не зацикливаемся. После установки всех обновлений мы можем заново запустить наш батник RunDS и это запустит установку нашего сервера, скажем так поставит его на ноги. Однако давайте представим ситуацию, что вы хотите открыть порты и хотите немножечко переименовать, изменить карту, поменять сид карты и возможно еще какие-то моменты. Сейчас я об этом все и расскажу и покажу. Заходим обратно в настройки нашего батника, правой кнопкой изменить. Теперь давайте поговорим о том, какие команды мы можем прописать в наш запуск сервера. В описании под видео я также оставлю ссылочку на сайт, в котором это все рассказано, правда он на английском языке, но я думаю, что если вы знаете хоть чуть-чуть английский, вы разберетесь, ну а если нет, то переводчик вам в помощь. Спускаемся по сайту немножечко вниз и видим небольшой список команд. Здесь есть сама команда и description, как говорится, то есть описание того, чего она делает. И это у нас есть, скажем так, команды запуска. И вот это то, что в батнике, это тоже называется командами запуска, то есть применяются перед тем, как сервер запускается, ну точнее в момент того, как он запускается. Теперь давайте быстренько настроим сервер так, как нам нужно. HostName я вбиваю, например, testgt. Порт мы не трогаем. Также давайте поменяем карту. По дефолту в настройках установлена процедурная карта, но давайте предположим, что я хочу поставить хепис или же барен. Возвращаемся обратно на сайт и находим команду, которая меняет нашу карту. Мне в принципе это искать не нужно, я знаю ее и так. Она называется server.level. Это означает, что вы можете прописать любую карту, которая существует в расте. Давайте, например, поставим барен. Окей, команду мы прописали, а теперь осталось выбрать карту, которая нам нужна. Открываем вот такие вот скобочки и здесь мы пишем название нашей карты. Например, барен. После чего сохраняем наш батник. Ну а также следующая команда это сид карты. Вы можете поставить здесь определенный сид. Что это обозначает? Ну, в принципе, вам, думаю, разбираться не нужно. Я также оставлю ссылочку в описании на специальный сайт, где вы можете посмотреть все сиды карт, название их, ну то есть процедурная барен или еще какая-то, и посмотреть, в общем-то, какой сид вы хотите. Я, например, поставлю на рандом, так как мне сейчас эта роли никакой не играет. И также не забываем сохранить наш батник. И далее просто запускаем и ждем, пока наш сервер установится и поставится на ноги. Супер, наш сервер уже установился и готов к работе. Осталось только зайти на него. Для этого мы переходим в стим и нажимаем на раст и нажимаем на кнопочку играть и грузимся по дефолту в нашу игру. После чего открываем консоль, для этого используем команду F1. И в открывшемся меню мы пишем команду connect, больше ничего и нажимаем enter. И вуаля, теперь мы грузимся на свой собственный сервер. После того, как вы зашли на свой сервер, вы можете выдать себе админку. Она выдается командами ownerid. Ну а забирается командой removeowner. Для того, чтобы прописать админку, вы прописываете ownerid и свой steamid. Для того, чтобы его найти, вы можете воспользоваться сайтом steam64, ссылочку на него я оставлю в описании. Или же просто открыв консоль, вы увидите свой steamid. Можете его скопировать и вставить в вашу команду и прописать ownerid. Далее нажимаем enter. После того, как вы прописали ownerid, вы должны перезайти на сервер для того, чтобы права администратора вам выдались обратно. Я перезашел, и как видите, у меня работает админка, я могу летать и могу спокойно выдавать предметы, которые захочу. На этом, в общем-то, постановление локального сервера уже окончено. Ну а теперь, давайте я покажу, как вы можете открыть порты на вашем роутере, чтобы ваши друзья могли подконнектиться к вашему локальному серверу. На самом-то деле, есть много способов, как это сделать. Но я рекомендую воспользоваться специальным сайтом и скачать специальную программу. Она называется eradmin.vpn. С помощью нее вы можете открыть порты на вашем роутере и запустить друзей на ваш локальный сервер. Ссылочку на эту программу я оставлю также в описании под видео. Поэтому переходим и устанавливаем ее. И мы открыли эту программу. И теперь мы видим вот такую вот менюшку. Нам нужно нажать на кнопочку создать сеть. В имя сети вы можете написать абсолютно любое название или же что хотите. Впрочем, я напишу, например, тест. В строку пароль вы должны ввести тот пароль, с помощью которого ваши друзья смогут подсоединяться к вашей сети. Здесь вы уже придумываете его сами. Главное, не забудьте, чтобы потом не менять его. И нажимаем создать сеть. Окей, после того, как вы открыли, скажем так, порты, ваши друзья должны тоже скачать эту программу. И здесь во вкладке сеть есть другая кнопка, которая отвечает за присоединение к существующей сети. Когда ваши друзья захотят присоединиться к вам, они должны нажать на эту кнопку. И далее ввести имя сети, которое вы указывали ранее. Ну а также пароль, который вы указывали при регистрации вашей сети. После чего их компьютеры будут ображаться у вас на главном экране. И дальше дело за малым. Вы по стандарту подключаетесь на свой сервер, используя команду connect. Ну а ваши друзья уже должны подключаться по вот этому вот айпишнику, который указан у вас в программе. Поэтому ваши друзья копируют этот айпишник. Далее заходят в Rust, открывают консоль через F1 и пишут команду connect. Далее вставляют ваш айпи. После этого ставим двоеточие и далее прописываем дефолтное значение порта. Оно является таким числом 20-15. Поэтому прописывают они это значение и после этого нажимают Enter и могут подконнектиться к вам на ваш сервер. Ну и в принципе на этом все. Сегодня я рассказал вам о том, как вы можете создать свой локальный сервер и как на него запустить своих друзей. Если же вам будет интересно, как на нем можно заработать на своем сервере, то обязательно пишите об этом в комментариях и ставьте лайки. Если это видео наберет максимальный актив, то я расскажу о том, как в 2021 году можно заработать, содержа свой сервер в Rust. Надеюсь, что тебе это будет интересно. Ну и до новых встреч, надеюсь еще увидимся. Всем пока!